Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Вот четверг у нас сегодня, 21 июня, и сегодня палата представителей должна голосовать за два законопроекта по иммиграции. И с утречка, я, знаете, специально там просматриваю, что чего, если даже вы пошли бы посмотреть просто заголовки, то только ленивый не пишет про иммиграцию, про всякие там возможности, варианты и так далее, самые разные точки зрения, но, в общем-то, сходятся все в том, что только чудом каким-то может пройти из этих двух более умеренная версия, то есть про консервативную версию даже никто и не всерьез не воспринимает. Более умеренная версия могла бы пройти, но говорят, ну только чудом, потому что вот как-то так не видать, чтобы она сильно там собирала сторонников, тоже вроде бы и не пройдет, но если даже и пройдет, то не пройдет в Сенате 100%. То есть вот как-то так вот. И все вокруг этого пишут, 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 пишут. И либеральные там, и консервативные. Сходятся к тому, что, в общем-то, никто не собирался вообще заниматься вопросами иммиграции ни в палате представителей, ни в Сенате. То есть как бы это вопрос профукали там где-то в феврале, ну и профукали, и забыли про него. И я вам тогда рассказывал, я говорю, все, мы теперь ждем спокойно там следующие лотереи. И, скорее всего, на ноябрьских выборах, значит, там изменится ситуация с большинством в палатах. Как бы есть вероятность некоторая существенная, что большинство теперь будет у демократов. Вообще вопрос отмены лотереи можно забыть на долгие годы, да? То есть, а там еще два года и президентские выборы, и, может быть, это перевернется к демократам. Ну, то есть, как бы, вот несколько месяцев назад мы вот так на это все смотрели, и как бы было понятно, что уже вот надолго, а может быть навсегда, никто лотерею трогать не будет. Ну, всегда имеется в виду в обозримом будущем. Но тут, значит, неожиданно пришла, так сказать, беда, откуда не ждали. Более-менее умеренные республиканцы стали требовать обсуждения. Не потому, что они надеялись, что это пройдет, а потому, что им нужно было прийти на выборы с чем-то. Понимаете, когда ты приходишь на выборы к своему избирателю, ты говоришь, ребята, мы обещали, мы сделали все, что могли, вы видите, мы старались, мы там всех поставили на уши. Но вот не сложилась ситуация, не все зависит только от нас. Но мы с вами, мы вот, в общем, свой мандат, так сказать, отрабатываем. И вот это как бы мысль. И вот они там начали суетиться, умеренные республиканцы, начали суетиться на предмет того, чтобы собрать такую петицию, называется discharge petition. Такой процесс, когда можно в обход воли, так сказать, руководства, палаты представителей, вынести на голосование что-то, даже если руководство против. Потому что руководство решает, что вынести, а что не вынести. И они там, в общем, довольно успешно собирали голоса, потому что все демократы поддержали до единого. И нужно было там чуть-чуть республиканцев, и они набирались. И чтобы избежать вот этого, потому что неуправляемое какое-то голосование, неуправляемое обсуждение, это вообще унизительно. Потому что если бы это произошло, это было бы большим унижением для республиканского руководства в палате представителей. В общем, они пошли на то, чтобы начать пытаться как-то вот там сговориться и что-то такое сделать. И вот этот второй законопроект, который сегодня будет голосоваться, он так, в общем-то, наскоро слепленный такой документиц почти на 300 страниц. Там не то, что там пару хохмочек, понимаете? То есть пара хохмочек это то, что все обсуждают. Там стена, молодые люди, которых привели сюда без их согласия родители в несовершеннолетнем возрасте, грин-карт-лотерею отменить, чтобы нельзя было привозить родственников гражданам США уровня брат-сестра и родителей, только детей. Чтобы было можно и супругов. И в общем, вот это все. Это то, что на поверхности. Вот это пара хохмочек. А там еще столько всего, что аж на 300 страниц. Вы себе представьте, о чем речь идет по-настоящему. Вот. И как бы вот что-то не говорят, что это только чудом. Если пройдет, то только чудом. Но на самом деле как бы сошлись вместе два интереса. Сошлись вместе два интереса. Первый интерес. Это начальство республиканское, которое не хотело оказаться в унизительном положении. И оно сказало, ну хрен бы с ним. Давайте сделаем что-то, чтобы выйти из унизительного положения. При этом, безусловно, никакого интереса к теме эмиграции у них сейчас нет. Это тема разъединяющая, это тема скандальная, это тема, скорее всего, никаким положительным результатом не закончится. Что само по себе тоже поражение в глазах избирателя. Вот сидели-сидели, так ничего и не смогли. И вот начальство не хотело. Так вот, с одной стороны, начальство получило возможность как-то уйти от унизительного чего-то. От более унизительного варианта. А умеренные республиканцы получили возможность показать своему избирателю, что они, в общем, на посту, что они сражаются, бьются. Они вынудили, они правда вынудили республиканское руководство слепить вот этот вот компромиссный билл. И они, безусловно, я бы сказал, добились какого-то результата. И они старались. И, в общем, определенный кредит, как бы, да, они заработали, я считаю, какие-то очки. Вот, так что, вот эти два интереса сошлись. При том, что не тот интерес, не этот интерес никакого такого, как сказать, иммиграционного фокуса не имеет. И не рассчитывает ни на что. И, в общем-то, уже несколько месяцев назад они забили на иммиграцию, как я не знаю что. Ну вот, сегодня такое шоу должно произойти, какая-то демонстрация, там, я не знаю чего, единства при полном раздрае сил. И, в общем, значит, на самом деле, что получается, что баллада представителей все-таки такой орган, где народу много. И каждый представляет собой некоторый относительно небольшой избирательный участок. Относительно небольшой. Вот, скажем, в Калифорнии там их 55 человек, а население, ну, скажем, там, я не знаю, я не говорю голосующего населения, но вообще население. Ну, скажем, там, 36-37 миллионов, да, то есть, считай, там, полтора депутата, там, на миллион населения. Ну, вот, значит, вот так они как-то там распределяются. И получается, что, поскольку население очень разное, и регионы разные, и экономически они разные, и политически, и так далее, то получается, что им очень трудно сговориться. То есть, единственное, кто мог бы их как-то пристегнуть, было бы руководство партийное. И у него есть рычаги, потому что, если ты, допустим, когда доходит до партийного голосования, да, и нужна сплоченность какая-то, монолитность и так далее, если ты все время там палки в колеса вставляешь, то это же самое начальство должно определиться, что с тобой делать, когда следующие выборы, то есть давать тебе денег или не давать тебе денег, поддержать тебя на внутренних партийных выборах, да, вот эти праймарис, где решается, кто будет от партии выставлен кандидатом, значит, может быть, кого-то еще выставить, а не тебя. То есть, фактически, это люди как бы, то, что называется, слуга двух господ, да, то есть он должен с одной стороны избирателю потрафить, потому что избиратель все-таки голосует, и в этом отличие, допустим, там, демократической страны от какой-нибудь недемократической, где там только одному надо потрафить, который, там, тебя назначает, да, вот на эту должность, там, ну, выдвигает, в нашем случае выдвигает и деньги дает, что существенно, партийные фонды тратятся тоже, то есть часть денег идет из частных пожертвований, а существенная часть идет из партийных фондов, кроме того, эти фонды, в частности, формируются пожертвованиями, и откуда у партии деньги? Вот люди дают на партийные нужды, а уже партия там решает, кому, да, кому дать, кому не дать, то есть где есть смысл вкладываться, где нет смысла, поэтому вот этот вот, ну, конгрессмен, он как бы должен и этим, и этим, и у республиканцев то ли они более деликатны в своих отношениях, вот, ну, с избранниками народа, я не знаю чего, но у них нет такого, чтобы они как-то эффективно выкручивали им руки, вот этого не видать, то есть там они все кричат, ругаются, спорят, возражают, занимают какую-то принципиальную позицию, то ли слева, то ли справа, то ли там еще как-нибудь, вот, но, во всяком случае, республиканская партия, как бы казалось бы, вот партия одна, и казалось бы, у нее есть большинство, но на самом деле получается такая история, что поскольку в США партий всего две, ну, таких я имею в виду, их много, но таких, которые реально собирают много голосов, получается, что политические разногласия, они выносятся из межпартийной борьбы во фракционную, да, то есть вот у них есть там эти группы, эти кокусы, и, ну, фракции, да, мы бы сказали, вот эти фракции, и вот эти фракции борются внутри, как бы в одной партии получается, поэтому, когда нужно партийно голосовать, и должен быть какой-то монолит, то у них не получается, поскольку на самом деле этих партий много, это проблема стран с большим количеством маленьких партий, находящихся в парламенте, вот Израиль, например, тоже пример такой страны, где коалицию очень трудно срубить, действительно, вот там и маленькая партия, в которой там всего-то ничего, допустим, там депутатов, а там буквально, и вот эти пара человек могут диктовать волю всей стране, потому что вот без них остальные не могут, вот вплоть до такого, и вот примерно то же самое мы наблюдаем в республиканском, вот этом вот, как сказать, крыле. Нельзя сказать, что демократы однородные, это совсем не так, там есть как бы, ну, я бы сказал, два, что ли, крыла, вот есть крыло, которое себя называют прогрессивс, прогрессивные такие, вот есть просто демократы, ну, и можно сказать, умеренные, а есть вот эти прогрессивные, прогрессивные, они более левые, то есть у них есть идеи такие, как сказать, некоторые там говорят, что коммунистические, нет, конечно, ну, конечно, нет, это капиталистическая страна, и они все абсолютно на, как бы действуют в рамках капиталистической экономики и так далее, но речь идет о том, что они считают, что нужно больше денег класть в общественные фонды, и из этих общественных фондов как-то вот, значит, поддерживать или там, ну, заботиться о населении, ну, например, вот там всеобщее, там равное, там какое-то медицинское обслуживание, на самом деле это то, чего, допустим, там, что, что есть практически во всех развитых капиталистических странах, они не стали от этого менее капиталистическими, но просто они более социальные, вот эти прогрессивс, они более такие на социальной стороне, ну, и, ну, во всяком случае, голосуют они пока что довольно организованно, то есть, когда доходит до голосования, крайне редко такое вот бывает, что какой-то там демократ вот так встанет и говорит, а я вот такой, но бывает, но бывает тоже, то есть иногда зависит от того округа, где этот демократ избирался, потому что там может быть, там смешанное какое-то вот в политическом отношении население, и тоже идет борьба и за тех, и за этих, чтобы там не огорчить тех, и не огорчить этих, поэтому и у республиканцев то же самое, то есть почему они такие умеренные? У них тоже не такая однородно там, скажем, фермерская аудитория, есть города большие, есть не очень большие, есть сабербс, пригороды и так далее, там совершенно другая публика, они гораздо более умеренные, либеральные и так далее, при том, что они консерваторы в основном, но они либеральные консерваторы, и вот так вот эта карта политическая, понимаете, как это все крутится и вертится, вообще удивительно наблюдать это все, то есть как работает демократия, понимаете? У нас иногда ребята пишут комментарии, типа, надо же, как все это, понимаешь, накручено, вот у нас там один начальник сказал, все остальные сразу выстроились, но это правильно, потому что все-таки одно дело, когда тебя выбирают, а другое дело, когда тебя назначают, это большая разница, большая разница, то есть, безусловно, как бы ритуал может состоять в том, и он состоит в очень многих странах в этом, что, как бы, ритуал назначения, он сопровождается ритуалом типа выборов, ну, типа, потому что, собственно, это не имеет никакого значения, что они там проголосуют или нет, придут или нет, как именно проголосуют, это все совершенно несущественно, но ритуал должен соблюстись, вот, поэтому, нет, здесь не ритуал, здесь все так, по-настоящему, по-настоящему переживают, борются, стараются и так далее, значит, как бы, у каждого решения, у каждого слова есть политическая цена, и они это знают хорошо, поэтому, в общем, очень интересно, очень, вот, хотя противно, конечно, в том смысле противно, что на последнем месте у этих всех людей, на самом последнем, идут интересы страны, как страны, понимаете, то есть, они настолько зомбированы партийным интересом, это какой-то паралич, понимаете, то есть, конгресс, что сенат, что особенно, особенно палата представителей, это просто какое-то, вот, другое слово для, другой термин, синоним, слово паралич, и вот они разбиты этим параличом, внутри партийным, фракционным, и они все, когда говорят, говорят, там, American people, American people, то есть, они как бы за people, вот, people этого хочет, но это тоже ритуал такой, это как бы такой ритуал, то есть, мы тут, у нас тут свои терки, разборки там и так далее, но это все American people, ну, я не знаю, если есть какой-то people, который это схавает, то я даже не думаю, что есть, но я думаю, неужели кто-то думает, что это как-то с ними связано, нет, наверное, есть, наверное, нельзя, нельзя так уж прямо исключать-то, нельзя. Вот, друзья, прибыл я на место прохождения, так сказать, службы, и мы с вами прощаемся. Счастливо!